Всем привет! С вами снова Анетта. Сегодня я хочу рассказать о некоторых своих новых работах, над которыми я сейчас творю. Это Диптих. О нем я также чуть-чуть рассказывала в Инстаграме, показывала в сторис материалы. Здесь я использую очень хороший холст, холст высокого качества, Винсор и Ньютон. Надеюсь, я правильно произношу название, если что, поправьте меня. Я использую сразу Сваровский и текстурную пасту. Картины практически закончены, мне здесь осталось лишь добавить потали. Я покажу вам результат, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. То есть это Диптих 80 сантиметров по высоте. Очень эффектно смотрятся вместе эти картины. Вот здесь моя палитра. Пишу их профессиональными акриловыми красками с использованием текстурной пасты, мастихийно. То есть свои любимые материалы, одни из любимых. И, конечно же, сейчас я добавлю потали. Она преобразит работы. Они будут смотреться очень хорошо. Также я хотела немного рассказать о новом наборе кистей, которые я приобрела недавно. И, кстати, стоит он не так дорого по сравнению с тем, если бы мы покупали кисти поштучно. То есть я использую именно синтетику. И здесь как раз в этом наборе очень хорошие размеры кистей. То есть они разные. Сейчас я покажу. Вот кисти разного размера. То есть есть и квадратные. Очень приятный, упругий ворс. Я пишу только синтетикой. И акварелью, и маслом, и любыми, в принципе, материалами. И сейчас синтетика очень хорошего качества, как правило, представлена. Если я не ошибаюсь, это немецкий производитель. Сейчас я посмотрю. Тизян. Ну, мы купили этот набор просто в магазине, в крупном супермаркете. То есть в таких европейских супермаркетах есть отделы, где можно разные художественные материалы покупать по акции. И это получается гораздо дешевле. Что касается именно кистей, конечно же, или там каких-то, может быть, иногда холстов, которые можно купить в интересных размерах. Здесь, по сути, стоимость кистей получилась, как на Алиэкспрессе. И 10 штук. Здесь есть, видите, и тоненькие, вытянутые, круглые, и квадратные разным размером. В общем, очень я довольна им. Буду пробовать. Вот этот акрил я купила, ну, еще раньше я в Амстердаму тоже пишу работы. Очень хороший производитель. Ну, не только им в чистом виде, но, как правило, добавляю еще другие производители. Но об этом я рассказываю также в своих мастер-классах. То есть, что и чем я пишу, как смешиваю и так далее. Ну вот, сейчас я добавлю поталь и покажу вам, что у меня получилось. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот результат. Такой получился диптих. Я добавила баталии, серебро, золото, у нас все очень красиво мерцает, все попадает в свето, здесь немножко видно. Такая достаточно эффектная техника, которая будет смотреться во многих пространствах. У нас интерьер, можно сказать, такой современный и, наверное, больше стиль прованс, и эти работы смотрятся здесь очень хорошо. Текстуру еще покажу. То есть, здесь проявлена текстура. Мне еще остается покрыть финишным лаком, который имитирует эпоксидную смолу, то есть будет такая приятная шелковистая поверхность, очень красивая. Текстура. 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 Здесь я наконец-то попробовала свой новый набор шминки акварель. Уже есть определенные впечатления по работе с ней. Это небольшой набор. У меня также есть шминки разные оттенки по отдельности. Уже есть свои любимые цвета. В принципе, приятно работать с красками, но пока впечатления неоднозначные, нужно попробовать другую бумагу. То есть эта бумага текстурная, она хорошо впитывает цвет, достаточно сильно впитывает. Это диптих. Пока есть еще в наличии, кстати. Но акварели я сейчас в основном продаю на иностранных сайтах. Я сниму видео, расскажу почему. И, наверное, еще сниму отдельное видео по акварели. Именно расскажу более подробно свои впечатления и какой именно акварелью я работаю. И ближайшее видео постараюсь для вас снять с крупного магазина австрийского художественного. Там много разных интересных материалов, с которыми я хотела поделиться с вами. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. И новые уведомления о видео будут приходить вам в первую очередь. То есть нажимайте на колокольчик. Спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok